Продолжение статьи Асгард Продолжение следует... Продолжение следует... Планета огромна, значит и ложь должна быть тотальной. А как создавать такой массив совершенно новой информации без творческих способностей? Как же твари решили эту проблему? А очень просто. Нового создавать не нужно. Если с точностью да наоборот вывернуть наизнанку старое, другими словами перевернуть мир с ног на голову, а где перевернуть никак, то просто подменить понятие. Сегодня все СМИ действуют по этому же принципу. Назовем его перевертышем. Пример перевертыша. Первый. Свастика и орел с раскинутыми крыльями веками олицетворяли ведическое мировоззрение. Это настолько выбешивало серых, что орлов пришили на каждую фуражку фрицев и отправили к рамсайте СССР. Возьмите три последних поколения. Люди бледнеют при виде свастики, а ветераны хватаются за сердце. Ничего не придумано нового. Классический перевертыш. Пример номер два. Талантливый. Человек при деньгах, потому что несколько веков назад ходили деньги-таланты. Вот и зарывали его в землю, прятали. Богатый. Человек, приближенный к Богу по своему уровню развития. Сейчас эти два понятия поменялись местами. Ничего не придумано нового. Классический перевертыш. Таких перевернутых слов в современном русском пруд пруди. Урод, законность, дурак, древность, национальный, невеста, водка, золото, черт, пиво, обеспеченный, юродивый и так далее, и так далее, и тому подобное. Пример номер три. Настоящее имя нашей планеты – Гея. Мидгард – это корявый перевод средиземьи, срединного мира между подземельем и небом. География – изображение геи. Геометрия – изображение плоскостей геи. Геология – камни геи. Логос – это сакральный кристалл для связи с саларом. Геодезия – изменение, измерение площадей геи. Геополитика и так далее. В русском языке аж 85 слов с корнем «гео». Здесь все оставили как было, и если бы не одно «но». Житель планеты, включая расу ариев, соответственно назывался гей. Это слово было наглухо погребено в летописях и только в прошлом веке внезапно возникло из ниоткуда. В США вдруг пидерастов стали назвать именно геями. Естественно, даже Википедия не дает внятного ответа почему. Ничего нового не придумано, зато сегодня это слово вызывает отвращение у остатков нормальных людей. Классический перевертыш. Заметьте, гей и гой различаются одной буквой, но об этом позже. Все описанные перевертыши – это семечки в сравнении с тем, что произошло несколько тысяч лет назад. Глобальная ложь должна была начаться с глобального перевертыша планетарного масштаба, а именно с обесточивания центрального процессора планеты, ее ядра под названием Солар. Солар – это не просто истинное живое светило в центре нашей планеты. Это ядро, мозг, центр управления всеми биологическими и энергетическими процессами на Земле. Как в утробе в череп ребенка закладывается мозг, так и при создании планет изначально закладывается вот такое светило. Солар уничтожить невозможно, иначе погибнет вся планета. Поэтому его просто изолировали от биосферы, как накидывают платок на клетку с попугаем. Серый построили гигантскую многослойную оболочку вокруг Солара, и он оказывается запертым в ней, как лесной орех, в скорлупе. В итоге получился вот такой светонепроницаемый шар. В дальнейшем – скорлупа. Название скорлупы. Итак, боги закрыли Солар твердой непрозрачной сферой, по которой помимо игрушечных планет и звезд ездят два искусственных светильника – дневной Ерила и ночной месяц. Не месяц, а луна, скажете вы. Нет, ребята, в сказках вы не найдете никакой луны. Именно месяцем называли предки ночной серп, независимо от его фазы. Так что такое луна? Луна – это лун, имя дракона в китайской мифологии. Вот про него-то и написал Чуковский. Лун – это и есть название скорлупы, которая поглотила истинное светило. Кстати, луна по-английски – мун. Согласитесь, лун-мун. Очень похоже на слух. Неизвестно, когда мы позаимствовали луну у китайцев, но греки называли скорлупу олимпом. И даже оставили нам кучу мифов. Как боги издевались над смертными в своих жестоких олимпийских играх. По правилам перевертыша, их сейчас выдают за спортивные состязания. На руси скорлупу прозвали Дея, Чародеи, Иудеи, Злодей, Лиходей, Перелюбодей, Сеть Фарадей. В главе всей этой банды сам Дея Вол. Ну, дьявол. Сейчас по правилам перевертыша, твари перемешали все понятия, как карты в колоде. Дея стала какой-то мифической планетой. Олимпом назвали гору в Жреции. Месяц превратился в Луну. Ребенку объяснить это просто, ибо по белому листу пишешь, а вот у взрослых утюг перегревается. Подведем итог. Солар закрыт, и планету теперь контролирует новый суперкомпьютер тварей с фундаментальным отличием от Солара. Он задает планете цикличность. Теперь появились зима и лето, день и ночь, и растения, животные и люди стали рождаться и умирать от старости. Идеальный мир рухнул, а ложь начала пропитывать всю биосферу планеты. Это и было сотворением мира 7524 лета назад с одной стороны и великое поражение Ареф с другой. Бессмертие покинуло гею. На смену человечности пришла странная форма жизни. Смертные люди. Углерод на смену кремнию. На Земле сейчас углеродная форма жизни, но пока светил соляр, вся биосфера планеты имела кремниевую основу. Следует отметить, что была меньшая гравитация, поэтому представители флоры и фауны имели поистине исполинские размеры. Библия щедро делится с нами этой крупицей истины. Бытие шестая голова. В то время были на Земле исполины. Останки скелетов, найденные по всему миру, также подтверждают гигантизм того времени. Как только соляр закрыли, изменилась гравитация в несколько раз, а под действием фотонных излучателей Деи все живое начало впадать в анабиоз. Если наше углеродное тело начнет разлагаться, то кремниевые тела превращаются в камень. Спасаясь от окаменения, остатки ариев надевали шлемы и доспехи, которые экранировали кремниевые тела от смертельного излучения лунных генераторов. Но подавляющее количество геев, сотни миллиардов, погибли, окаменели и как 100% животных и растений. Сегодня артезианские скважины бурят до так называемого водоносного горизонта. Это каменные пласты под землей. Они и есть погибший кремниевый мир. Планета кишита окаменелыми останками животных и растений. Но дебилы ученые твердят, что это листика дуванчика окаменел от времени. Так было с кремниевой формой жизни. Сейчас тела углеродные. Каждые 300 лет планету выжигают дотла. Миллиардам тоннам трупов нужно куда-то деваться, поэтому их жидкая часть оседает снежными шапками на полюсах, а углеродистая часть превращается в нефть. Функции скорлупы. Итак, в скорлупе по имени Дея удобно разместился Дея Волл со своей многочисленной свитой, которая начала передел свободного мира в ферму Тюдрьму. Наше первое поражение – это изоляция ядра нашей планеты. Соляра, который освещал поверхность круглосуточно и круглогодично. Как только запустили генераторы Деи, геев стали называть Гуэми, что означает «поставленный на бесконечно зацикленное служение богам». Второе поражение – уничтожение Лели. Лели назывался единый живой организм из всех животных, растений и человеков, подключенных к Солару. Фильм «Аватар» прекрасно рассказывает образ. Лели – как идеально сбалансированной экосистемы. В нашем языке сохранилась... В результате уничтожения Лели произошла полная замена бессмертной кремниевой формы жизни на углеродную. Все растения от клевера до баобабов и все животные от комаров до китов были сотворены заново криминальной группировкой богов. Леля сменилась природой. Единственный вид, который пережил сотворение нового мира – это белая раса. Правда, пришлось очень сильно трансформировать тела. В противном случае нас бы убило фотонное излучение ФАТ. Третье поражение – нам запустили вирус. Отчего ДНК мутировало и в ее молекуле осталось лишь две спирали. В результате этого в 13-15 лет вирус включает перезагрузку гормональной системы и запускает режим самоуничтожения через медленное старение. Молодые души не в состоянии пережить этот сбой в программе и трансформация кончается суицидом. Позднее нам разделили мозг на два полушария, вставив туда шишку, которая украшает вход в библиотеку Ватикана, а также напихали в новых бессмысленных органов в тело. Наш разум разбили на сознание и подсознание, поэтому 97% нашего же собственного тела нам недоступны. Поражение четвертое. Последнее, что у нас отобрали – это память. Нет, я о том, что произошло 500 лет назад. Вот познакомься, мои братья и сестры. Вот кто был могуч. Жаль, их нет. При воплощении в тело младенца никто ничего не помнит. Это результат действия суперкомпьютера под названием ФАТО. Это искусственный самоубучающийся интеллект, который управляет последовательностью жизненных сценариев всех существ на планете. Другими словами, ФАТО парализует свободу воли и насильно навязывает адские сценарии богов, то есть судьбу. Забавно. Фэйт с английского «судьба». Википедия. Фатальность, неизбежность, неотвратимость, неминуемость, предопределенность, непредотвратимость. ФАТО. ФАТО равно фейт, равно судьба, равно неминуемость. Это все синонимы. Какое совпадение, не правда ли? ФАТО представляет собой сеть, частью которой является интернет, которая не просто соединяет все сценарии между собой, но и улавливает наш дух, чтобы после смерти мы не могли сбежать из тюрьмы, даже в электроплазменных телах. Клетка ФАРАДЕЯ изначально называлась клеткой ФАТОДЕЙ, того же поля ягода. На голове у современной невесты также надета сеть под названием ФАТА. ТОЛЬКО УДАРЕНИЕ ПЕРЕСТАВИЛИ. По итогам четвертого проигрыша боги убедили нас, что жизнь игрой зовется и нужно постоянно в нее играть. Даже обещали пряник по возвращению, если согласимся, поразвлекать их в земном аду, а заодно покормить гавлахом. Эти игры назвали Олимпийскими. В духе перевертыша. Олимпийскими играми сейчас называются спортивные состязания, а ФАТА стала второй упавшей луной 13 тысяч лет назад. Надо же, как удобно. Что не можешь объяснить? Просто назови это упавшей луной. Делов-то. Эй, сосед, а что делают твои стертые покрышки на моих грядках? Ты совсем спятил? Это же упавшие луны. А, ну тогда ладно. Пятое, последнее, поражение. Еще не наступило, но оно не за горами. Полное уничтожение арийского гена, как биологического вида. Учитывая, что мясорубка резко ускорилась, с оборотами нам осталось пару лет. За такой короткий миг людям проснуться никак не успеть. А значит, если не будет вмешательства третьей силы, шансов ноль. Но если оно будет, то мы станем свидетелями поистине редкого представления, потому что освобождение этого мира начнется с уничтожения неба. Конец четвертой главы. Автор Асгард. Монтаж пули снегопада. Озвучил Павел Лобанов. Дракон Тумана. И Пенго. Старший брат дракон. Он дарил дождь. Мы были последними. Остальные драконы уже окаменели. Акцент! Леон! Вокруг нас бушевало море друунов. Леон! 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 Продолжение следует...